В курсе, что есть россияне, которые взяли в руки оружие, но не убивать украинцев, а останавливать войну и идти до Кремля. Знаете, да, о них? Да, знаю. И что вы думаете про всю эту ситуацию? Это гражданская война, получается? Ну, получается, да. Ну, расскажите о себе. Вы кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы общались? С вами я еще не общался. У меня один вопрос к вам такой. Вы из какой страны? Сколько вам лет? Вы мне вопросы не задавайте. Вы же меня не приглашаете на работу. Вы видели, сейчас общался Золкин с мужчиной из Калининграда, который Кёвенсберг. Он воюет на стороне Украины, за Украину и за свободную Россию. Как вы к этому относитесь? Ну, если честно, мне как-то на это наплевать. Потому что дело политики, дело войны вообще касается самих правителей. И именно они развили между гражданами... Пожалуйста, не вешайте на Украину свои собственные проблемы. Если бы у вас был Борис Немцов... Я украинец. Я не думаю, что вы украинец. Вы врете. Ну, я украинец. Я родился в Украине. Но я не изучал, как сказать, этого украинского языка. Потому что всю жизнь я общался только на русском. Меня родители учили русскому языку и все. А где вы сейчас живете? За границей? Да, я сейчас живу за границей. Я живу пока что в Турции. Потому что я жил в Донецке. И там, когда начались боевые действия, стало очень-очень плохо. Ну, можете сказать, кто пришел в Донецк? Из-за кого начались действия? Жили спокойно и счастливо? Да. Первый раз, первый раз в Донецк прилетела бомба из России. И расскажу вам, что было в Донецке. В Донецке наши украинцы-герои, как сказать, они начали рассказывать реально плохую и настоящую историю. Они пришли к нам домой и начали нас просто выгонять из дома. Сказали, типа, вон текает, отсюда к вам бомба может полететь. Я говорю, а почему? Скажите, что случилось? Дмитрий Курянин, 11 лет. Так, ну вы хотите сказать, что вас бомбит Путин? Нет. Я вообще ничего не хочу говорить по этой теме. Ну, я могу тему поменять, но просто вы понимаете логично, что если в Курской области находится украинская армия, то Путин ее, конечно, бомбит. Правильно? И при бомбежке выпадает по домам, по частным. В частных домах наверняка есть люди. Я поэтому жду Курянина или Курянку, которая скажет, что Путин меня бомбит. Вот я такого человека жду в эфире. А вы Курянин. А, ну, Курянин. Вы Курянин. Я Курянин. И вы отказываетесь говорить, потому что нет свободы слова, да? Ну, хорошо, я могу говорить. Допустим, что почему сразу, типа, бомбит Путин? Я, 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 это, конечно, звучит, конечно, ну, как бы, может быть, странно, но я связываю Курскую область с Донбассом. Если жители Донбасса говорили, что их бомбит ЗСУ, ну, понятное дело, что их не бомбили ЗСУ, а сепаратисты зашли в 2014 году. И Украина, ну, пыталась выбить их, как, точно так же, как Путин пытается выбить, ну, то есть, когда находятся люди с оружием чужого государства, зашли на ту территорию, ты их выбиваешь. Почему это так возмущало жителей России или жителей Донбасса? Там находились сепаратисты. Это логично? Логично. Сейчас зашли в СУ в Курскую область. Путин бомбит. Логично, логично. Единственное, что он действительно бомбит эти... Вот у меня вопрос. У вас воюют кто-то? У вас, у вас, у вас воюют, нет? У вас кто-то воюют? Как вас зовут? Что? Как вас зовут? Я говорю, Дмитрий. А? Дмитрий меня зовут. Дмитрий, хорошо. Ну, до этого был Егор. Ну, вы понимаете, что вы приходите и уходите. Бывает Егор, Егор, Дмитрий, Дмитрий. Я должна прямо... Упс! Опять Дмитрий. Хороший, Дима, у вас воюют в Украине? Или в Курскую область? Нет. Нет. А почему нет? Не знаю. Ну, Курскую область никто из ваших близких защищать не хочет, да? Ну, типа, они должны своей, не знаю, душой защищать. Зачем вы пошли на Донбасс в 14-м году, в 22-м году? Зачем под Киев пошли? Ну, типа, я знаю. А, то есть вы хотите сказать, что вы эту СВО проклятую не поддерживаете? Никак? Не, Русь? Конечно. То есть вы курянин, и вы не поддерживаете войну. И вы не поддерживаете решение Путина в данном случае, вот сейчас, идти на Донбасс, захватывать Крым. Три дня, за три дня. Вы против войны? Да. Очень-очень неожиданно. Так, курянин, плод против войны. Так. И вы украинец или русский? Кто вы? Вы по-украинскому разумеете? Украинскую очень плохо, но вообще. Ну, немножко слышали. Хорошо. А если бы сейчас с Путиным разговаривал, вы бы сказали, Владимир Владимирович, я вот житель Курской области, убирайте, пожалуйста, все военные действия. Как вот Украина сказала, верните ей все территории, и война закончится. Ну, я бы ничего не мог сказать, потому что он бы не дал никому слова. Вот и все. Ну, представьте, что у нас сейчас новые технологии, и мы можем мыслями, знаете, вот рутом нельзя мыслями думать же, никто не мешает нам думать. Представьте, что он ваши мысли слышит. И вот тут продумайте вот эти мысли, что я сейчас ему мысленно говорю. Я житель Курской области. Я говорю, что вы забрали все свои войска с территории Украины, границы 91-го года. Война заканчивается. Все. Мою область не бомбят. Украину больше никто не бомбит. Все, ну, выжившие живы и едут домой. Вы так мысленно бы сказали им? Скажите, вы сильно расстроены, что это война, или вы... Конечно, расстроены. А что больше всего вас расстраивает? Вот. Больно от чего? Я от чего. Это не грустно? Мне очень грустно. Мне очень грустно. Я сегодня видела, как... Мать находится в больнице. Она не может приехать на похороны сына. И сына хоронит отец. Сына хоронит отец, а мать в больнице. Мать не может похоронить сына. Представляете, как ей больно? Сына трогает отец. Что? Говорю, мне это просто не будет. Вам неинтересно что? То, что вы смотрите, я не знаю, там... Вот это вот. А, то есть вы когда сказали, вам больно, вы ничего не смотрите, просто больно от того, что в общем умирают люди. То есть на конкретного убитого человека вы не смотрите, да? Ага. Вы сказали, вам больно, потому что умирают люди. Откуда вы этих людей взяли? Вы их не смотрите, вы говорите, я не смотрю то, что вы смотрите. А откуда вы знаете, что умирают люди? то есть вы статистику что ли смотрите ли как хорошо я услышал вас вы переживаете в меру своих как бы сил вы сколько можете столько переживаете понятно я услышал спасибо что вы хотели бы войну закончить на условиях украины спасибо что со мной провели полночи спасибо что вы адекватные